Слава Богу! Мы благословляем вас, дорогие друзья, приветствуем вас! И молимся о том, чтобы вы в своей жизни, в своих ситуациях, в своих странах, городах, где вы находитесь, чтобы вы были счастливы с Богом. Потому что много людей сегодня живут в несчастье, и они в поисках счастья. И они думают, что это так трудно найти счастье в этой жизни. Но пусть вы окажетесь теми людьми, которые нашли счастье, которые в правильном месте его искали и нашли. Ведь Слово Божие говорит, ищите и найдете. Стучите и отворят вам, просите и дано будет вам. Наш Бог не такой, знаете, которого надо просить и не допросишься. Стучишь и Он так и не отворяет. Нет, наш Господь Иисус Христос, Он такой, что Его можно найти, если ты ищешь от всего сердца. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Ответившие на призвание». Человек приходит в этот мир для того, чтобы принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Либо отказаться от Него навсегда. Знаете, иногда говорят, что нет, спасибо. Вежливо, аккуратно, тактично, деликатно, образованно. Просто говорят, нет, спасибо. И каждый человек, он рождается в этот мир для Бога. Мы здесь созреваем. У нас есть здесь сознание и воля добрая, решения, которые мы принимаем на земле. Это все нам дано людям как уникальным творением, чтобы мы могли выбрать. И мы на земле здесь, иногда мы путаем, для чего мы здесь. Мы иногда опускаемся в суету, вообще в ненужные вещи. И у нас и желания неправильные, и хотения у нас неправильные, все у нас неправильно. Мы думаем, что именно вот что-то другое принесет нам счастье. Но забываем, что мы в этот мир пришли для Бога, чтобы познакомиться с Богом. Многие люди этого даже вообще не знают, не слышали. Поэтому у нас сегодня есть привилегия слышать, почему мы здесь на земле. Мы здесь для Бога. Если кто-то задаст вам вопрос и спросит, для чего вы живете. Мы живем для Бога. Мы живем, мы рождены для Бога. Так же, как ребенок у матери, которая внутри. Если спросить у нее, для чего тебе ребенок? Как для чего? Для меня. Что за вопрос такой? Для чего я нашу ребенка? Мать, вот спросить беременную женщину. Для чего тебе ребенок? Как для чего? Для меня, для себя. Для чего Бог создал людей? Бог скажет, знаете, как для чего? Для себя. Мне нравятся люди, я люблю людей. Они все такие разные, разноцветные, разноязычные, все такие уникальные, разнохарактерные. И все это Богу приносит удовольствие и радость. Ты являешься тем человеком, кто либо ответит на призыв Иисуса, либо откажется. Послушай, ты один из тех людей, кто в своей жизни скажет Иисусу да, либо скажет нет. Тот, кто поверил в Бога, покаялся в своих грехах и принял Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя, тот отозвался на Божий призыв. Те люди уже не могут сказать, а как Бог вообще призывает? А как это понять? Вот как Бог призывает? Если ты уже веришь в Иисуса Христа, это говорит о том, что Он тебя уже призвал, ты уже с Ним. Ты уже отозвался. Те, которые еще не с Ним, они не знают, что такое Божий призыв, поэтому они и не с Ним. Если ты уже в Доме Божьем, если ты уже следуешь за Иисусом, значит, Бог тебя позвал. Значит, ты где-то почувствовал, что Бог тебя призывает к себе. То есть, когда мы, например, говорим простому верующему, задаешь вопрос, слышишь ли ты голос Божий? Он говорит, нет. Как можно услышать голос Божий? Как Бог говорит? Слушай, но если ты покаялся в грехах, принял Иисуса Христа, значит, ты слышишь Его голос. Значит, все нормально. Просто иногда мы думаем, что слышать голос Божий – это особенно как-то. Это как-то сверхъестественно. Это вот именно как у апостола Павла. Надо слететь с коня, чтобы Иисус с неба говорил с тобою. Нет, Иисус так разговаривает только с некоторыми. В основном Иисус призывает тебя внутри, в сердце. Твое сердце располагается этим. Ты понимаешь, Он меня призывает. И многие из нас отдали свои жизни Господу, посвятили свои жизни Господу. Но дело все в том, что Господь будет и дальше призывать тебя. Дорогой брат и сестра, если ты однажды услышал Божий призыв и сказал «да», ты сказал яркое «да», ты сказал понятное «да», четко, ты осознал, что ты переходишь в Царство Иисуса Христа. Да, из Царства Дьявола ты переходишь в Царство Иисуса Христа. Ты это осознал, ты сделал. Ты не все понимал, как это будет. Но ты видишь и сам замечаешь, что ты новый человек. То, что ты раньше хотел, ты не хочешь. Ты хочешь более хороших вещей. Бог будет и дальше призывать тебя в более глубокое и зрелое общение с Ним. Именно поэтому можно увидеть таких людей, кто вроде бы с радостью принимают, а потом отходят от Бога. Почему? Потому что однажды произошел отказ. Было несколько «да», а потом было «нет». Итак, тема проповеди называется «Ответившие на призвание». Ответившие. Вы знаете, что можно проигнорировать призвание. Можно проигнорировать, когда тебя Дух Святой зовет. Можно сказать «да я и так уже Дитё Божье, что мне толку?» Дальше еще что-то. Знаете, Господь, Он тихонько иногда зовет. Он тебя в мышцах зовет. Вот если вы хотите узнать, то дьявол с вами разговаривает каждый день. Он вам дает грешные мысли. И Он вас призывает в Свое Царство. Иногда Он тебе просто скажет «не ходи на молитву, не ходи на собрание». Иногда Он тебе даже этого не скажет. Он тебе скажет «ходи на собрание, ходи на молитву». Но не читай Библию, не молись. Достаточно, если ты с верующими пообщаешься и послушаешь проповедь. Дьявол тебе будет всегда показывать вещи красивые, уникальные, которые тебя будут отдалять от Бога. Он ворует твое внимание. Если дьяволу удастся захватить твое внимание, это означает, что крепость вокруг города, стены города, они разрушены. Город бери, захватывай. Все. Поэтому он твой фокус захватывает. Вот таким образом дьявол захватил фокус израильского народа, когда вышел Голиаф. Вот такого они никогда не видели. Они с таким никогда не встречались. Это был брошенный вызов им. И они все внимание свое, все свое нутро сосредоточили на Голиафе и на том голосе страшном, который он говорил. Он кричал, поносил Бога Израиля и все армию Израиля поносил, унижал их. И знаете, они сфокусировались на этом. Поэтому они уже проиграли, если бы не Давид, они проиграли бы и рабами были бы. Мы знаем, что Израиль переходил от рабства к свободе, а потом опять в рабство, а потом опять в свободу, а потом опять в рабство. И вот так вот Израиль переходил этапами вот такими. Пока не пришел Иисус. Иисус говорит, я хотел бы тебя призвать, но ты не захотел. Иисус призывал Израиль. Он говорил, я хотел вас, когда он приблизился к Иерусалиму, собрать как птица птенцов. Знаете, как это уникально наблюдать? Когда орел орлят своих под крылышки, шик-шик-шик-шик-шик, так нежненько. Они прям все там ютятся. Вы представляете, Израиль мог бы так ютиться под крыльями Бога Всемогущего. Они были бы под защитой. Много зла не произошло бы в Израиле. Но так как Израиль отказался от Иисуса Христа, отказался от призвания своего. Иисус ему провозгласил. Он говорит, я хотел вас собрать как птица птенцов. Я хотел вас сделать лидирующей нацией. Я хотел защищать вас, оберегать, заботиться о вас. Но вы не захотели. Вы отказались. Поэтому пойми одно, что ты не третье лицо в этом разговоре, в этой проповеди. Ты одно из двух. Ты либо примешь призвание Иисуса, а Иисус знает, как тебя призвать. Иисус знал, как меня призвать. И не собирался быть верующим. И я как бы с детства был верующим. Но и в то же самое время, в подростковом возрасте я понимал, что у меня нет такого желания посвятить свою жизнь Богу и быть вот таким вот простым человеком в церкви. То есть я видел странные примеры в церкви. Я видел, что все нормальные люди, они не в церкви. Они вне церкви. Поэтому дьявол меня обманывал. И он говорил, что в церкви серая масса. Но не нужно смотреть на людей, потому что люди приходят разные. Если мы хотим найти гордых людей, знаете, людей, которые высокомерные, конечно, они не будут в церкви. Потому что там меняться надо. Отказываться от этого. И поэтому многих людей пугают люди, находящиеся в церкви. Но тебя не должен испугать Иисус. Ты приходишь к Иисусу. Он захватывает твое внимание. Вот почему Петр пошел по воде. Потому что внимание его захватил Иисус и Слово его. Понимаете, вот в чем истина. Чтобы твое внимание сегодня захватил Иисус. Пойми, твое внимание, это туда идут твои ноги, куда ты видишь, куда ты смотришь. Твои ноги никогда не пойдут. Они будут стоять, если ты в коридоре в длинном, в черном, в темном не включил свет. Ты будешь стоять. Сначала ты включаешь свет, потом ты идешь. Итак, почему много людей сначала сказали Богу да? Почему? А потом их нету с Богом. Потому что Иисус, это не тот, который тебя однажды призвал. И ты зачислился, тебя записали, все нормально, все окей. Он тебя и дальше будет призывать. Потому что у Него есть для тебя уровни. У Него для тебя есть детство, зрелые годы и более старшие годы. Когда Он может тебе доверять какие-то задания и так далее, и тому подобное. Иисус будет тебя призывать, чтобы ты с Ним был. Чтобы ты наслаждался им, насыщался им. Потому что нету пищи настоящей, как кроме Иисуса Христа. Он сказал, тело мое есть истинная пища. И кровь моя истинное питье. Вот, если мы питаемся Богом, мы насыщаемся Богом, мы утешаемся Богом. Потом, когда мы общаемся с другими людьми, у нас есть что дать им. У нас есть утешение. Мы можем помолиться. И тот Бог, которым мы утешаемся, Он утешает других людей. Понимаете? По сути, нам, по идее, тоже нечего дать. Если мы не наполнены Богом. Если мы не наполнены Божьим Словом. А что мы дадим? Но если мы насыщаемся Богом, проводим время с Ним. Призыв Бога очень важен в жизни человека. Очень важен. Ни один человек никогда не сможет прийти на небо, если его не призовет Господь. Это без приглашения. Попробуйте сегодня прийти. Кому-то, ну там, попробуйте в президентский дворец без приглашения прийти. Желаю удачи. Давайте, вперед. Без приглашения. Придите. Вы вас арестуют. Скажут, вы кто? В каких списках вы чеете? Как ваше имя? И так далее. Но если у вас есть приглашение, о, добро пожаловать, пожалуйста. Все, вам отдадут честь. Вы зайдете туда. Поймите, что ни один человек, многие люди думают, что они спасутся на основании добрых дел. Никто не спасется на основании добрых дел, хоть ты их миллиард сделай. Никто не спасется. Добрые дела не спасают. Вы должны это запомнить. Иногда мы хотим покрыть добрыми делами свои плохие дела. Это не работает. Дела добрые – это хорошо, но они не спасут нас. Нас спасет Иисус Христос. Он нас призывает. Представьте, мы находимся во тьме. Вдруг сияет Божий свет и говорит, Виктор Курников, представьте, из миллионов людей, Виктор Курников. И я выхожу, я говорю, да, я. Знаете, я даже не верю, у меня клокочет все внутри, потому что я от Бога слышу призыв. Я говорю, да, Господи. Он говорит, иди ко мне. У меня нет лишних вопросов, поймите. А зачем? А что? А что ты мне предложишь что-то лучшее? Слушайте, если я нахожусь во тьме, то хуже быть не может. Поэтому будет только лучше, если меня Иисус зовет. И я однажды сказал ему, да, Иисус, я иду к тебе, я выхожу к тебе, но я вам скажу, что меня Господь и дальше призывает, и в общение с Ним призывает. И этого недостаточно, того, что ты покаялся, и все. Он дальше тебя будет призывать, и Дух Святой нежно будет звать тебя. И тебе нужно отзываться на этот призыв. И ты можешь сказать, либо нет, у меня дела, у меня там то, то, знаете, дьявол всегда найдет, что нам сделать. Он всегда нас чем-то отвлечет. Дьявол так же заботится о нас, как и Бог. Только с точностью да наоборот. Понимаете? Он же тоже отец, Библия говорит, он отец лжи. Что думаете, он не отец? Отец лжи. Отец зла. Поэтому Бог, заботясь о нас, призывает нас, чтобы мы пришли к Нему. А дьявол все делает, вот с точностью наоборот. Заботится, чтобы мы не пришли к Нему. Все даст, любую какую-то суету нам подсунет, чтобы мы только не были с Богом. Чтобы мы сказали, Господь, можно я подумаю, Господь, не сегодня. О, я слишком занятый, или я слишком молода. Игнорируя призыв Бога, человек обрекает себя на существование без Бога. Все, что такой человек в жизни будет делать, он не сможет ни рассчитывать на Бога, ничего. Он будет молиться, не будет ответа. Он будет звать, не будет ответа. Послушайте, это очень важно. Я знаю, что каждого человека Бог по-своему в определенное время зовет. И я предупреждаю заранее, вот кто слышит, подумайте очень хорошо. Вы действительно хотите жить без Бога? Вы действительно, действительно ли вам не нужен Иисус? Действительно ли у вас более лучший план на свою жизнь, чем у Него? В итоге люди разделяются на тех, кому нужен Иисус, а кому нет. Идет прямо разделение. И этого никто не делает. Это не делает никто ни снизу, ни сверху. Это сами люди себя зачисляют. Две шеренги стоит. Здесь Иисус нужен, здесь Иисус не нужен. Те, кто отказываются на призыв Иисуса, те, кто отзываются на призыв Иисуса, счастливые люди. А те, кто отказываются от Него, надеются, что есть счастье в другом месте. Они не верят, они не могут поверить, что вера в Иисуса может их сделать счастливыми. И это все, что нужно человеку. Они не могут поверить, они не могут, они говорят, что для меня это слишком дешево. Вот так поверить, что Иисус может меня сделать счастливым. Они говорят, это как-то, знаете, как бы не звучит, это как бы несерьезно. Но ведь в мире же на самом деле много вещей, которые могут сделать счастливыми. Я вам скажу, что в мире один обман. В мире закон очень холодный. Если у тебя денег нету, и если ты больной, ты никому никогда не будешь нужен, поверь. Никому! Все тебя будут забывать, отвергать, тебя никуда не пустят. Тебя даже в ресторан не пустят, а сиденья где-то. Давайте прочитаем Слово Божие. Марка 3, 13. Иисус набирает себе учеников. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Иисус избирает себе учеников из людей. Избирает. Кого сам хотел, да? И для чего? Первое. Для чего Иисус избирает человека? Для чего Он избирает сегодня нас? Когда мы читаем это местописание, то мы, читая об учениках, понимаем, что Иисус и нас избирает в лице учеников, потому что мы веру в Иисуса Христа, стали тоже учениками Иисуса Христа. И смотрите, из всего, из всех людей, я из своего класса был единственный верующий. А из всей параллели нас было только два верующих, я и мой друг. Представляете? И нас избрал Господь. Потом больше стал избирать. Мы молиться стали, я молился за своих друзей и некоторые уже с Господом. просто потому, что я молился, не потому, что я что-то сделал. Просто я просил Господа, чтобы Он и их тоже коснулся, и их позвал. Первое, для чего Господь призывает человека? Не на работу. Господь не набирает себе на работу. Первое. Первое, для чего Господь зовет, это чтобы были с Ним. Смотрите, 14 стих. Марка 3, 14. И поставил из них 12, чтобы с Ним были, чтобы с Ним были, проводили с Ним время, общались, назидались, веровали в Него, изучали Его, чтобы позволяли, чтобы Он заботился о них, исцелял их, восстанавливал их. А потом, что потом? Посылать их на проповедь. Потом посылать на проповедь, да? Как Иисус сказал в Матфея 4, 10. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Поклоняйся. Вот Иисус для этого-то и призвал учеников, чтобы они поклонялись. А что такое поклонение? Это время, проведенное с Богом. Это не работа. Поклонение это не работа. Поклонение это насыщение, изучение Бога. Это воспевание Бога. Это время, проведенное с Богом. Такое интимное, близкое время, проведенное с Богом. И это появляется поклонением. А потом, когда мы уже выходим в мир, встречаем людей, которые не знают Бога, их трудности, их проблемы, их болезни. И у нас есть теперь способность, потому что мы провели время с Иисусом, у нас есть способность и сила помазания дать им ответ и помочь им, помолиться за них, наставить, проконсультировать их. Итак, первое, для чего призывает тебя Иисус, когда ты пришел к Нему, это чтобы ты был с Ним. Поэтому помни, что ты не просто тебе нужно покаяться в грехах, чтобы в ад не попасть. Тебе нужно принять Иисуса и проводить с Ним время. Тебя должно больше беспокоить небеса. Тебя туда должно тянуть, потому что там твоя Родина. Земля и все дела на ней сгорят. И твоя Родина, ты узнаешь, где твоя на самом деле была Родина? Она на небесах. Все твои там уже, все твои предки, сам Иисус Господь, сам Отец и Дух Святой, все там, все наше там, в нашей мысли. Поэтому Писание говорит, чтобы мы устремляли свой взор туда, мысленно, чтобы мы думали, чтобы мы готовились. Я вам скажу такую истину. Много верующих людей сегодня не верят в Бога. Это на самом деле. Они знают, что есть Бог, как бы верят, что Он есть, но в то же самое время лично Его как бы не познают. Я вам говорю, что если человек, он познает Иисуса, его жизнь меняется. Когда он начинает слышать, о чем Иисус говорит к нему, когда он начинает жить с Богом, его жизнь меняется, планы, приоритеты в жизни, все меняются. И многие не верят, что есть небеса. Многие, да в основном все люди хотят получить здесь вознаграждение на земле, здесь получить все, потому что кто знает, что там, а будет там что-то. А я хочу вдохновить вас, что наша награда на небесах, что если здесь вас никто не благодарит, если здесь у вас ничего нету, вы знаете, что у вас на небесах есть сокровища, есть богатства, правда, если вы их собираете там. А мы думаем, что для нас Господь собирает, а нет, друзья, мы для себя самих собираем. Иисус сказал, не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте себе сокровища на небесах. Как мы можем собирать сокровища на небесах? Исполнять волю Божию. И мы должны понять нашу жизненную миссию. Мы формируемся, мы находимся в земной утробе, чтобы родиться в небесах, уйти в вечность. Для многих людей сегодня идол – это богатство, это роскошная жизнь. И они только об этом и думают. Если у тебя есть богатство, пользуйся им, если оно тобой не обладает. Но как только оно начинает тобой обладать, отдай его, обнищай, не позволь богатству захватить свое сердце, потому что ты перестанешь слушаться Иисуса. Ты будешь слушать слова мамоны, ты будешь его консультации слышать, ты будешь его руководство слышать, его страхи переживать. Это то, что помешало юноше. Смотрите, он отошел от Иисуса. Смотрите, как другие ученики с сетями, да? Они тотчас оставив сеть и последовали за ним. Тотчас. А этот, представьте, он. Вот мы знаем, что у Иисуса было 10 учеников, потом 70 он избрал, а этого отдельно избирал, вот как апостола Павла отдельно избирал, особенно. Это было особое предизбрание этого юноши. У него должно было произойти большая жизнь, уникальная судьба, потрясающая. Мы бы о нем читали бы сейчас, может быть, так же, как об апостоле Павле, но мы о нем ничего не читаем, мы ничего о нем не знаем. Почему? Он отошел с печалью. То богатство, которое у него было, не приносило больше ему радости до конца его дней. У него была печаль. Он променял Иисуса. Променял Иисуса. Послушайте, когда мы отказываемся от Иисуса, мы размениваем Иисуса, мы как бы, знаете, промениваем Его, мы выбираем нечто другое. Когда Пилат говорил, хотите, на Пасху я отпускаю вам одного из бандитов, хотите, я отпущу. Он-то Иисуса пытался как-то отпустить. Знаете, Пилат оказался адвокатом Иисуса, и он пытался всячески, он говорит, давайте, я его изобью, но отпущу. И вот нельзя его арестовывать. Он уже избил, он говорит, нет, он достоин смерти. Он говорит, давайте я вам отпущу его, потому что на Пасху отпускают. Они говорят, ворову нам отпусти. Понимаете, сделали обмен. Иисуса распни, ворову отпусти, убийцу отпусти нам. Вот и отпустили они Гитлера в свою жизнь. Понимаете, что мы, когда меняем Иисуса на что-то, мы выбираем в кавычках в себе, убийцу, который нас потом будет убивать, мучить, печаль будет приносить. Поэтому сегодня нам не надо делать этих ошибок. Мы столько этих примеров видим. И если мы хоть будем держаться хоть некоторых примеров из Библии, то мы будем счастливыми людьми. Зачем нам все переживать на личном опыте? А для чего Писание? Чтобы мудрить нас, остеречь нас. Зачем? Я вижу, что этот юноша, он мог иметь большую судьбу с Иисусом, большую радость, он мог быть счастливым, он мог быть свободным, а он не был свободным. Смотрите, он ушел. Почему? Потому что он был в цепях этого богатства. В цепях, в рабстве этого богатства. Его мышление, оно зависело от богатства. А что, если я потеряю богатство, что будет в моей жизни? Все, страх такой. Послушай, тебе Иисус, тебя Иисус зовет. Он, царь царей, Господь господствующий, хозяин всей вселенной. Ты с ним не пропадешь. Даже если у тебя не будет богатства, ты с ним не пропадешь. Никогда. Он создал всю вселенную. Сейчас, чем занимается Иисус на небесах? Строит город для своей невесты. Накрывает столы. И уже многие люди, которые там в видениях летают, уже видели, что столы готовы. По-нашему мы, по-человечески. Уже все накрыто на столы. Знаете, на столы не накрывают за 10 часов до прихода гостей. Вот когда гости уже там приходят, там, знаете, за полчасика, за часик, мы, как обычно, уже на стол, знаете, несем. Пока все в холодильнике. А когда уже гости вот-вот должны прийти, уже так все выставляем, ставим красиво, сервируем, гости сейчас придут. Вот чем Иисус занимается. Для тебя готовится, накрывает, и Он надеется, что ты никогда Ему не скажешь нет. Скажи на это аминь. Аминь. Счастливые люди это те, которые отозвались на Божье призвание.